В 30-х годах прошлого столетия на юге Казахстана геологи нашли огромные залежи фосфоритовых руд. Об этом в ближайшие 10 минут. Здравствуйте, программа «Наше достояние» в Жамбулской области. Субтитры создавал DimaTorzok В Жамбулской области открыто 48 месторождений фосфоритов, в которых предположительно содержится 13 миллиардов тонн полезного ископаемого, готового к добыче. На шести месторождениях с запасами в 700 миллионов тонн работает филиал Теокасфосфат. В горноперерабатывающий комплекс Каратау входят рудники Коксу, Кокджон и Жанатас. В 1946 году, первый год после войны, 5 декабря, была добыта первая тонна руды. Вот с тех пор, значит, наше производство работает. За это время, значит, у нас добыто 220 миллионов тонн руды и 240 миллионов кубов сделано с крышечных работ. И вот это развитие у нас шло до 1989 года. В 1989 году был пик добычи, составлял около 13 миллионов тонн руды. Ну и потом, когда у нас был развал Союза, это в 90-е годы, значит, было падение производства. Даже были простои. 7-8 месяцев люди не получили заработную плату, значит, проставило наше производство полностью. И вот с приходом нашего товарища с ограниченной ответственностью Кососат в 2000 году заново начался падем. Каратауский бассейн фосфоритовых руд расположен на территории Жамбылской и Южно-Казахстанской областей и пролегает с северо-запада на юго-восток шириной около 30 и протяженностью более 120 километров. Основные преимущества фосфорно-сырьевой базы в бассейне Каратау – это в первую очередь огромные запасы и относительно высокая концентрация полезного компонента в исходной руде – 21-25%. В данное время мы делаем экплоразведку, опережающую. Дело в том, что столько лет после развала Советского Союза такая работа не проводилась, и нам сейчас приходится наверстывать упущенное. Фосфорит – осадочная горная порода, состоящая преимущественно из фосфатных минералов группы апатита, находящихся в скрытой или микрокристаллической форме. Мы определяем в составе еще 7 элементов – алюминий, железо, сам фосфор, магний, кальций, серную кислоту. Фосфориты являются важным полезным ископаемым, добываются как сырье для производства минеральных удобрений. Кроме него здесь также есть и другие ископаемые, такие как известняк, гранит, мрамор, доломит. Комбинат, работающий с 1946 года, в настоящее время занимает площадь около 10 тысяч гектаров и имеет в своем составе 6 рудников по открытой и подземной добыче фосфоритных руд, 5 дробильно-ассортировочных и обогатительных фабрик по первичной рудоподготовке и выпуску продукции. Годовой план производства каждого рудника различный. К примеру, на Коксу добывают 461 тысячу тонн, 186 тысяч тонн предоставляет рудник Аксай, Шолоктау – 70 тысяч тонн, 14 тысяч тонн – Шали-Булак и горники Жанатаса добывают 9 тысяч тонн руды. В общей сложности это 1 миллион 746 тысяч тонн фосфорита в год. Редактор субтитров А.Семкин Месторождение Коксу расположено на стыке двух областей – Жамбылской и Южно-Казахстанской. Активно разрабатывается западная часть месторождения и оно, в свою очередь, разделено на три участка. Коксу располагает запасами в 176 миллионов тонн. В настоящее время добыча ведется в карьере на глубине в 40 метров. После 130 метров руду будут добывать подземным способом. На месторождении Коксу мы ежегодно выполняем план добычи полезного ископаемого. В данное время здесь работает 385 человек. Проводим бурение, взрывные работы, экскавацию и отправку роды на фабрику. Работы много, потому все 385 человек не сидят без дел. Сейчас длина карьера составляет 9,8 километров. Видите, мы добываем открытым способом. По плану глубина 130 метров, ширина 450. А в данное время ширина составляет 400 метров. Работает на предприятии в основном местное население. Круглосуточно – четыре смены. По наряду каждую смену получаем добычу руды или пустой породы. Например, есть геологические задания. Мы работаем по ней. Сейчас добываем руду и отгружаем на брелазы. А они уже отвозят на рудный склад. А далее по цепочке – думкары и фабрика. Моя основная задача – загружать руду на экскаватор. У меня есть помощник. Он подготавливает машину к работе. В конце смены проверяем исправность оборудования и сдаем в следующей смене. Сначала я работал на 40-тонной машине до 2014 года. Затем мне выдали этот новый «Белаз». По плану в месяц мы отгружаем от 48 до 50 тысяч тонн. В день примерно я делаю 19-20 рейсов. Количество рейсов напрямую зависит от расстояния между экскаватором и отвалом. Обычно в дневную смену мы отгружаем руду, а после 4-х часов – пустую породу. Новые технологии добычи и усреднения сырья позволили осуществить перевод заводов экстракционной переработки на рядовое фоссырье. На основе этого впервые было создано и внедрено, не имеющее аналогов, крупнотоннажное централизованное производство рядовой фосфоритовой муки для экстракций с применением высокопроизводительного оборудования большой геничной мощности. Та продукция, которую получала за эти годы, ни одной рекламации не было. Только по той причине, что здесь сильно обращают внимание на качество продукции. Здесь при подготовке руды используют несколько ступеней усреднения руды, разного качества, разной степени размола. В конечном итоге получают ту продукцию, которая необходима для заводов. Те заводы, когда с ними договора заключают, им говорят, что примерно такого качества нужно, мы такое качество им даем. Продукция складируется на силостной емкости. Здесь у нас на 64 тысячи тонн есть силостные емкости. Отгружается оно в железнодорожные вагоны. Вся продукция перебегается, перевозится, переносится, так называемый, сжатым воздухом. Пневмотранспорт у нас здесь. Горноперерабатывающий комплекс «Каратау», созданный на базе «Каратау» сковородного бассейна, является единственным поставщиком сырья для предприятий отечественной фосфорной промышленности, а также для казахстанских и центрально-азиатских производителей минеральных удобрений. Далее конечный продукт «Фосфорная мука» отправляется на два казахстанских завода в городе Тарас, о которых мы расскажем вам в следующих выпусках, и в страны Средней Азии. С вами была программа «Наши достояния». Ищите нас на сайте телеканала 24KZ и в социальных сетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok